Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Забросы судьбы». Куда только не забрасывает судьба наших соотечественников, и как приятно в далёкой восточной стране встретить родное русское лицо. Скажите, уважаемый господин Василий, вы давно в эмиграции? Сразу после демобилизации. Увидал объявление, что требуется мужчины без вредных привычек для работы с женским коллективом за рубежом. Я рванул. Почему? Потому что... И в чём, ты скажешь, заключается эта работа? Ой, чёрт твоей матери. В чём? Я говорю, в чём заключается эта работа? Ну, работа в чём заключается? Контингент женский, работа посменная. Вечером привёл, утром увёл. Подчиняюсь непосредственно товарищу султану. За ночные надбалки... И, наверное, как и в любой деятельности, есть свои какие-то проблемы. Чёрт твоей матери. Что? Я говорю, наверное, есть свои какие-то проблемы. Проблемы, конечно, потому что коллектив, я говорил, женский. Что в машине благовония имеется. Массаж тела. Ну, тела разные. Одно и другое уже. Мы же всем коллективом. Ну, и сложности другие. Бывает, чтобы следить, чтобы подворчечки были, то есть эти, паранжи, чтобы заштопаны были. Чтоб не было вот этого. Бывают случаи неуставных отношений. То есть, по-нашему, бабовщина. Младшая жена стирает колготки старше. Я этого вроде бы себе не позволял. Просекал. Здесь вообще пресекали на самом корню. Почему? Потому что... Господин Василий, вопрос, который я сейчас вам задам, очень беспокоит наших телезрителей. И всех, кто как связан с нашим телевидением. Скажите, уважаемый господин Василий, как бы нам лучше обустроить Россию? Ну, я... Ну, я... Да ну что я... Ну, так сказать, обустроить наше, так сказать, отечество, Россию с высоты, так сказать, вашего полета, нахождение там, так сказать, вам виднее, так сказать, ваши мысли нам интересны. Ну, я... Россия должна быть правовой в государстве. Солдан сказал, рахат. Народ ответил, луком. А кто не согласен? Курдюк она. Вы сейчас с такой болью говорили о родине. Скажите, уважаемый господин Василий, не мучит ли вас такое чувство, как ностальгия? Ну, так сказать, тоска по родным, улицам, скамеечкам, скверикам. мучить, конечно, мучить, ой, колена кудрявая. Иногда годами родной речи не слышу. Он недавно тоже их него, старшего евнуха, ну, непосредственно моего шефа, я его по-нашему научил. Так он теперь стакан махнет, в чербе там закусит, и, ну, мать-перемать, мать-перемать, и давай, баб, я таганом по двору гоняет, гоняет, я возле его душой оттаиваю, кого-то на родине побывало. Да, да, господин Василий, вы сейчас затронули струны многих журналистов-международников, находящихся далеко за пределами своей родины. Вот мы, журналисты-международники, тоже мать-перема... Ой, колена! Мы, журналисты-международники, тоже. Ну, я, например, знаете ли, семь лет в Нью-Йорке, четыре года в Лондоне, и вы знаете, вот ради этой, как вы поете, Калины Кудрявой... Ой, Калина Кудрявая! Да, Калины Кудрявой! Э-э-э-э-э... Ой, Калина! Вот этой Калины! Вот этой Калины! Кудрявая! Вот мы тоже, мать-перема... Я говорю, мы ради вот этой Калины Кудрявой, журналисты-международники, готовы ехать хоть в саму Японию и работать, работать, хоть до конца жизни там. И все-таки, и все-таки, господин Василий, я хочу задать вам очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к немаловажной сегодня проблеме, к проблеме утечки мозгов? Чего это? Ну, так сказать, утекающие мозги России, так сказать, вот, которые, так сказать, убывают, утекают, что ли. Ну, есть такое, так сказать, выражение. Ну, вот, мой друг Леха, учёк в Сесе Сталганове. Сейчас в Сингапуре работает старшим говно этим, осенизатором. По уши в голову в этом работе, довольный очень. Правда, конечно, не очень. Ну, о благовониях мы поговорим в наших следующих программах, господин Василий. А я хочу задать вам вопрос как бы в пику предыдущего вопроса. Я надеюсь, он заинтересует наших телезрителей. Скажите, господин Василий, не думаете ли вы конкретно вы когда-нибудь возвратиться на родную землю? Ну, об этом все наши думают. Вот вернётся сейчас Солженец значит, слава Ростроповича. Потом и я поеду, что я не буду сидеть по вами. Я рвану сюда. Да, да, спасибо. Спасибо за интересные ответы. Я хочу отблагодарить от тебя лично от имени наших уважаемых телезрителей. Пожелать вам всего самого наилучшего и быстрейшего возвращения. А специально для программы заброса судьбы Кипру потахал. Постой, я же не шутка. Всё. Я же не шутка. Минутку, я же не шутка. Коль, ста. А я не шутка. Минутку, я же не шутка. Давай, сейчас будем ещё один дублик сделаем. Пошёл. Так, давайте. Чё, давай. Пошёл. Включай. Чё, чё, чё? Ну, тогда мне красные огоньки вот туда. Красные огоньки. Для какого телевидения? Для нашего. Чё, нашего? Красистого. Я насчёт утечки мозгов хочу сказать. Чё ты вылыбался? Это же для наших. Ну, шо ж ты думаешь, если б я там у них в отделе кадров в гареме вот таким голосом когда не заговорил? Чё думаешь, они б меня взяли на работу? У меня же работа жуть. Я же за бредность должен получать. Я там у них, знаешь, что делаю? Я потом тебе расскажу. Значит, мы без мозгов жили и жить будем, но генобонд нации никому не отойдём.